Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Здесь очень классная трасса. Здесь подготовка очень хорошая. Здесь даже вот бежали и Лазутина, Данила, Вяльба, прокуроров. Честь пробежаться за Россию на Лыжню России. В спортивном центре Чайка подготовка к Лыжне России идет полным ходом. Проверяют инвентарь. На время гонки его можно будет взять в аренду. В кафе завозят, еду и чай возводится сцена для художественной самодеятельности и, конечно, укатывается лыжня. На дистанции их 5 и 10 километров несколько раз в сутки работает специальная техника. Австрийский ретрак. В последний раз лыжню утрамбуют за пару часов до старта. Лыжня была не мягкая, а жесткая. Это, естественно, для спортсменов профессионально, техническом плане, им хорошо преодолевать эту дистанцию и самому приятному. По предварительным данным в Самаре на Лыжне России стартует порядка 10 тысяч спортсменов и физкультурников. Выйдут и послают Самарской области. Пройдет несколько гонок. 2018 метров в честь чемпионата мира по футболу. А медали разыграют в разных возрастных категориях на дистанциях 5 и 10 километров. Это не просто массовый лыжный забег, а это большой спортивный физкультурный праздник, где мы ждем жителей Самарской губернии. Будут организованы детские площадки. Будет работать скалодром, будет работать каток, будет работать веревочный городок. Будет масса замечательных и интересных развлечений. В перерывах между лыжными гонками участников соревнований и болельщиков будут развлекать артисты. А согреться чаем и набраться сил можно в местном кафе. Начнется юбилейный 35-й спортивный праздник Лыжня России в субботний полдень 11 февраля на лыжной базе Чайка в поселке Управленческий. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok